В Чувашию прибыл руководитель Федерального дорожного агентства. Визит связан с открытием реконструированного участка федеральной трассы М7 в районе Москокосов. Прежде чем разрезать красную ленточку, Роман Старовойт встретился с главой Чувашии Михаилом Гнатьевым. На встрече также присутствовали региональные министры и руководство столицы республики. Основной темой обсуждения стали вопросы строительства и реконструкции автодорожной сети в рамках подготовки к празднованию 550-летия основания города Чуваксары и столетия образования Чувашии. Руководитель Росавтодора упомянул и еще об одном событии. Как раз был профессиональный праздник, День дорожника. Уже говорят, что День дорожника впервые совпал с Днем жестянщика, потому что практически по всей стране нас на прочность испытала природа. Зимнее время тяжелое для дорог, а федеральная трасса М7 – одна из основных артерий страны. Ежедневно по ней передвигаются десятки тысяч большегрузов, поэтому она должна быть максимально качественной и безопасной. Теперь этот участок дороги соответствует категории 1Б. Две полосы движения в каждую сторону с разделительной полосой и барьерным ограждением. Вместо перекрестка – двухуровневая развязка, пешеходные переходы надземные, разметка нанесена термопластиком, обеспечено наружное освещение. Несмотря на большой объем работ, подрядчик закончил их на год раньше запланированного. В последние годы не один миллиард рублей вкладывается в строительство и модернизацию федеральных трасс. Параллельно мы подтягиваем свои оригинальные и межмуниципальные трассы. Что это дает? Это дает, прежде всего, хорошее настроение и водителей, и всех жителей, и всех тех гостей, которые проезжают. Открытие участка дороги стало большим праздником и для рабочих. Отличившимся вручили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки от Министерства транспорта России, Федерального дорожного агентства и от главы Чувашии. Росавтодор, Минтранс, несмотря на общее снижение федерального бюджета, у нас на этот год на республику запланировано 4200 миллиардов рублей, на следующий год 4400 миллиардов рублей. То есть мы не только держим уровень предшествующих лет, но мы еще и находим возможность немного увеличивать объемы финансирования. Роман Старовойт акцентировал внимание и на том, что в 2014 году впервые за всю историю дорожной отрасли России достигнуто стопроцентное финансирование содержания и ремонта федеральных трасс, что позволит к концу 2018 года всю федеральную сеть привести в нормативное состояние. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.